Эта история Леонидом Личевым для тех, кому небезразлична наше прошлое. Ровно 80 лет назад, в декабре 40-го, Гитлер принял план Барбаросса, план нападения на нашу страну. Но в тот день, когда он решил окончательно напасть на Советский Союз, была спасена другая страна, европейское государство, которое живет и процветает благодаря этому. Речь идет о Швейцарии. Многие десятилетия историки пытаются понять, почему Адольф Гитлер не оккупировал Швейцарию, после того, как он оккупировал уже половину Европы. И, казалось бы, никакой трудности в военном смысле оккупация Швейцарии для него не представляла. Швейцария умудрилась остаться вне Второй мировой войны и вышла из нее одна из немногих в прекрасном экономическом состоянии. Даже, можно сказать, она немножко нажилась на войне. Почему Гитлер не оккупировал Швейцарию? В принципе, он вынашил такие планы. Он крайне неуважительно отзывался о Швейцарии, называл эту страну недостойным государством, прыщом, говорил о том, что она недостойна существовать на европейской карте. Он считал необходимым объединить всех немцев, живущих на территории Европы, в единое государство. Собственно говоря, это был изначальный программный пункт национально-социалистической партии, которую он возглавил. Один из пунктов первой программы национально-социалистической немецкой рабочей партии назывался так, что все немцы, используя право нации на самоопределение, это была такая модная фраза, предложенная американским президентом Вудера Вильсона, все немцы имеют право быть объедены в единое государство. И вот Гитлер говорил, что, конечно же, немцы, живущие на территории Швейцарии, должны стать частью Великой Германии, а фашистская Италия вынашивала тоже территориальные планы в отношении Швейцарии, считая желательным присоединить там некоторые прекрасные курортные места к своей территории. Это обсуждалось между итальянскими и германскими политиками и дипломатами. И даже в 1940 году составлялся план оккупации Швейцарии. Летом 1940 года, после того, как вермахт стремительным ударом разгромил французскую и британскую армию, оккупировав половину Европы, в июне 1940 года генеральный штаб сухопутных сил вермахта приступил к планированию этой операции. Поручена она была Вильгельму фон Лейбу, одному из гитлеровских военачальников. Известный, он отличился во время французской кампании, он прорывал линию Мажино, за что Гитлеру достоило его рыцарского креста. Это высшая награда. И звание генерала Фельдмарша – это высшее воинское звание. И был разработан план операции, для которой требовалось от 300 тысяч до полумиллиона солдат вермахта. План даже получил название Таненбаум – Рождественская елка. Офицеры генерального штаба командования сухопутных сил выезжали на места, на границу, изучали, как они будут прорывать границу. Но, тем не менее, приказ оккупировать Швейцарию так и не последовал. На сей счет есть различные объяснения. Люди, которые… Сами швейцарцы и люди, которые любят Швейцарию, говорят, что все дело в том, что Гитлер испугался связываться со Швейцарией. Конечно, в Швейцарии понимали опасность, грозящая со стороны Третьего рейха. Поэтому в августе 1939 года, за несколько дней до начала Второй мировой войны, до нападения Германии на Польшу, в Швейцарии был назначен новый командующий вооруженными силами страны. Это был генерал Анри Гизан. Он отдал несколько приказов, которые изменили военную ситуацию. Он призвал резко увеличить производство вооружения. Было увеличено военное ассигнование на оборону. Собственно, это продолжалось уже несколько лет. Где-то с 1935 года Швейцария увеличила военный бюджет. И он добился увеличения предельного призывного возраста с 48 до 60 лет. Иначе говоря, практически все швейцарские мужчины, способные стоять в строю, должны были служить в вооруженных силах. Анри Гизан разработал практически план обороны страны. Он понимал, что равнинные районы ему не отстоять, потому что швейцарская армия противостоять вермахту не сможет. Вермахт уже имел за плечами две войны – польскую кампанию, французскую кампанию. Это означало серьезную боевую выучку, слаженность. И Анри Гизан понимал, что ему трудно будет противостоять вермахту. Он собирался отступить в горные районы, превратить Альпы в неприступную крепость, которую немцы споткнутся. Вермахт споткнется и решит, что не стоит тратить так много сил и ресурсов. И на этом война закончится. Те, кто не любит Швейцарию, говорят, что дело вовсе не в этом. И, конечно же, вермахт справился бы со Швейцарией, и Швейцария бы достаточно быстро капитулировала, а то и вовсе не хотела бы воевать, и как Австрия просто присоединилась бы к Великогерманскому рейху, как Австрия в 1938 году. Аншелс это было. Просто присоединение Австрии. Никто не сопротивлялся в Австрии. Но все дело в том, что Гитлер не хотел терять Швейцарию как бездонный ящик финансирования своих военных захватов. Во-первых, Швейцария, как экономически развитая держава, снабжала и Германию, и фашистскую Италию стратегически важными материалами военной техники. Ну, в принципе, швейцарцы торговали со всеми. Но Германия и Италию, они поставляли в 10 раз больше стратегически важных деталей, оборудования и снаряжения, чем союзникам. Кроме того, Швейцария действительно не отказывала Германии в деньгах. В 1941 году она выдаст Германии миллиард швейцарских франков. В ценах того времени. Миллиард швейцарских франков, которые будут использованы на подготовку вермахта для нападения на Советский Союз, Германия скупала у немцев краденое золото. Сколько крадено, это называется на языке уголовного кодекса. Немцы, оккупировав одну страну за другой, грабили центральные банки, забирали хранившееся там золото, продавали это золото Швейцарии, получали швейцарские франки, на которые покупали в Испании, в Португалии все то, что было жизненно необходимо военной промышленности нацистской Германии. Дело в том, что Германия бедна ресурсами. Собственно говоря, кроме каменного угля ничего не было. Кстати, Швейцария получала немецкий каменный уголь. Все остальное нужно было покупать за границей. А тут возникли две проблемы. Во-первых, в Германии не было денег, потому что военная компания, военная промышленность, они привели страну фактически к разорению. А второе, после начала войны Великобритания просто топила немецкие суда, которые доставляли стратегически важные товары, Соединенные Штаты ввели эмбарго. То есть возникли большие сложности. Торговали с Германией. Вот Франция и Португалия ни в чем не отказывали. Но просили денежки. Деньги давала Швейцария. Швейцария скупила и спрятала в подвалах своих банков все краденое золото Европы. И продолжала им пользоваться. После войны в Швейцарии было очень модно там на конфирмацию, на бракосочетание дарить 20-франковые золотые монеты с изображением юной девушки. Все эти монеты были изготовлены из золота, которое нацисты награбили во всей Европе. Так что вот, говорят те, кто не любит Швейцарию, все дело было в том, что Гитлер был больше заинтересован в независимой Швейцарии, чем в оккупированной стране. Я думаю, что дело, конечно же, состоит в другом. Вермахту под силу было разгромить швейцарские вооруженные силы и оккупировать страну. И таким образом Гитлеру досталось бы все те богатства, которые он должен был получать из Швейцарии путем каких-то договоренностей. Все дело было в том, что вознамировавшись напасть на Советский Союз, решив, что он сможет разгромить Красную Армию, он решил не тратить время, ресурсы на эту военную кампанию. Швейцария, полагала, никуда не денется. Вот разгромим Красную Армию, и тогда все проблемы исчезнут. Весной 1940 года эта кампания против Франции и Великобритании, после капитуляции Франции несколько месяцев Гитлер потратил на то, чтобы заставить Англию выйти из войны, или подготовить к высадке на территории Великобритании, пока не понял, что ни то, ни другое не получается. А с конца 1940 года он уже готовился к военной кампании против Советского Союза и отвлекать силы и средства не хотел. Дело в том, что Вермахт был ограничен демографических ресурсов. Население Германии не такое уж большое. Любая военная кампания, даже удачная, приводит к растрате боеприпасов, запасных частей, к выводу из строя боевой техники. После трехнедельной военной кампании против Польши Вермахт был практически небоеспособен. Ему потребовалось достаточно времени, чтобы подготовиться к следующей войне. Таким образом, Гитлер просто не хотел тратить время и ресурсы на военную кампанию против Швейцарии. Он решил, что Швейцарий разберется потом, когда, как он надеялся, ему удастся разгромить Красную армию. Швейцария все военные годы держалась крайне осторожно, и не хотела никоим образом расчердить или расстроить фюрера Великогерманского рейха. Во-первых, швейцарцы закрыли границы. И люди, которые пытались сбежать от нацистов в нейтральную Швейцарию, чтобы потом отправиться куда-то еще, стояли на границе, их возвращали назад, и они погибли. По подсчетам, примерно 30 тысяч евреев пытались сбежать в Швейцарию и были развернуты, потому что Швейцария не хотела никоим образом злить Гитлера. И только один пограничник, один единственный человек, счел своим долгом пустить беженцев. Дело в том, он служил на границе с Австрией, которая в 1938 году была присоединена к Великогерманскому рейху. И с этой минуты граница закрылась. Так вот, он пропустил 3 тысячи австрийских евреев, которым ставил в паспорта штампы задним числом, как будто бы они въехали до того, как граница была закрыта. Естественно, блительные швейцарские чиновники выяснили, что совершенно такое чудовищное служебное нарушение. Его отстранили от должности, он лишился работы, он умер, забытый всеми, в ужасных настроениях, в ужасном самочувствии. Через много лет после его смерти ему воздали должное, как человеку, свершившему невероятно спаршему человеческие жизни. И только в 1995 году швейцарская прокуратура отменила приказ об его увольнении, как бы сняли с него все обвинения. На территории Аль-Германии на самом деле вынуждена была считаться со Швейцарией. Швейцария имела большое, независимая, самостоятельная. Швейцария имела большое значение для Третьего Рейха. Во-первых, немцы могли туда ездить. Это была одна. Швейцария и Швеция были практически две страны, где находились немецкие посольства, куда могли ездить немцы. Скажем, в Швейцарии. В один из дней уже полыхала война, Вторая мировая в полном разгаре. Приехал выступать выдающийся немецкий физик Верн Гейзенберг. А союзники уже знали, что он участвует в ядерной программе. Не знали, насколько немецкие ученые продвинулись, насколько реальна опасность создания ядерного оружия нацистской Германии. И на его выступление, выступление Гейзенберга, пришел агент управления стратегических служб политической разведки Соединенных Штатов. Он выдал себя за студента. Он был человеком осведомленным о современном состоянии физики. Но он пришел с оружием, и приказ был такой. Если ему покажется из выступления Гейзенберга, что Германия достаточно продвинулась в ядерной программе, Гейзенберг должен быть убит. Он выслушал лекцию и понял, что Гейзенберг может отправляться домой живым, потому что немцы не сильно продвинулись, и ядерная бомба нацистской Германии создана не будет. И не ошибся. А в Швейцарии существует и по сей день Международный комитет Красного Креста. Собственно говоря, это частная организация. Она была создана еще в конце 19 века. Людни, которые увидели, как страдают пленные, как страдают раненые, и которые из гуманитарных соображений создали эту организацию, которая заботилась вот о пленных и о раненых. И Международный комитет Красного Креста был очень влиятельен. И он помогал пленным и во Вторую мировую. Сталин и Молотов отказались от услуг Международного комитета Красного Креста. Это было чудовищное решение, потому что немцы в 1941 году, взяв в плен немало красноармейцев, сделали все, чтобы они убили. И даже их не убивали. Просто дали им умереть от голода и болезни. И если бы воспользовались помощью Международного Красного Креста, то кого-то можно было спасти. Потому что Международный комитет Красного Креста что делал? Составляли списки попавших в плен. Сообщали о том, что человек в плену родственник. Передавали посылки продуктовые и лекарства. И таким образом, скажем, немало британских и американских пленных были спасены. Гитлер зависел от этой организации. Ее представители принимали в Третьем Рейхе с большим уважением. В 1942 году руководители Международного комитета Красного Креста собрались для того, чтобы решить, что делать. В связи с поступившей информацией о том, что немцы занимаются, не только сгоняют людей в концентрационные лагеря, но создали систему лагерей уничтожения, где уничтожают в первую очередь евреев, цыганов. Что делать Международному комитету Красного Креста? И они решили ничего не делать. Если бы они поступили иначе, если бы они сделали заявление, если бы они возвысили свой голос, если бы они заявили о своей позиции нацистскому руководству, это имело бы большое значение. Как минимум, в тех странах, которые послушно следовали за нацистской Германией, а таких было немало, Хорватия, Словакия, Венгрия, не решились бы соучаствовать в программе уничтожения невинных людей, чтобы не ссориться с такой важной организацией, имевшей большую, которой прислушивались во всем мире. Многие люди были бы спасены, но Международный комитет Красного Креста не стал портить отношения с нацистской Германией. Более того, руководителям комитета устроили поездку в один из концлагерей германской – Терезенштадт. Это была такая потемкинская деревня на нацистский манер. Туда отправляли евреев, которые участвовали в Первой мировой войне. В Первой мировой войне участвовало огромное число немецких евреев, которые сражались за свою родину. Они считали, Германия родной сражались, за нее умирали, были награждены. Вот их отправляли в специальный лагерь, который показывали иностранным гостям и говорили, ну, это ничего страшного, здесь нормально люди живут. И никто не выяснял, что там гибли люди, что там люди гибли в огромных количествах. И руководители комитета Красного Креста тоже не пожелали это выяснить. Они сказали, что им все очень понравилось и покинули этот концлагерь. Только уже в самом конце войны, когда стало ясно, что Германия проигрывает, руководители международного комитета, швейцарского комитета, приняли какое-то участие в попытках кого-то спасти, но делали это весьма ненастойчиво. Единственное, кому они отказали, это были русские коллаборационисты, генерал Власов и его подчиненные. Один из его подчиненных, начальник управления внешних отношений, который был эмигрантом, и он разбирался в европейских делах, пытался уже с февраля 45-го года получить для себя и для генерала Власова, для Андрея Власова, который попал в немецкий плен, перешел на сторону немцев, запятнал себя предательством, сформировал армию, которая сражалась против его собственной родины вместе с вермахтом, вот получить для себя и для генерала Власова, или для каких-то других генералов визы в Швейцарии и там спастись. Вот швейцарцы им визы не дали. Зато после окончания войны дали визу Юзефу Менгеле, одному из самых отвратительных нацистских преступников, врачу из концлагеря Освенца, Юзефу Менгеле, который занимался опытами над живыми людьми, да, он с помощью Международного комитета Красного Креста получал аргентинскую визу, отправился туда и умер своей смертью в Латинской Америке вместо того, чтобы кончить с войны или на виселице, или в тюремной камере. Вот после войны, конечно же, Швейцария поспешила забыть о том, что происходит, и сегодняшние швейцарцы уверены, что, конечно же, немцы отступили, потому что испугались столкновения с доблестной швейцарской армией, а не потому, что Гитлер сконцентрировал все свои силы для того, чтобы напасть на нашу страну. И трагедия, которая начнется 22 июня 1941 года, на самом деле спасла Швейцария. Но мы с вами впредь будем докапываться до исторической правды, пытаясь выяснить, что и как происходило на самом деле. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube.